Город Кишинев, 31 августа, 7.15, 22 градуса тепла. Ужасная неделя, жарко, для меня это ненормально. Вчера было 36 градусов, сегодня еще будет больше. Нахожусь в районе Баюканы. Еду куда? Домой я еду, в Эстонию я еду. Сейчас я навигатор поставил на город Люблин. На город Люблин поставил, так как я карту Украины не загружал. Да и в планах не было туда, через Украину ехать. Меня красиво навигатор отправляет на румынско-молдавскую границу в город Ясы. Расслаблюсь, наверное, только где-нибудь в Польше или Венгрии, Словакии, в Шенгене, что называется. Насмотрелся новостей всяких, какой вид красивый там идет вниз. Насмотрелся всякие здесь новостей, испуганные и так далее. Выйду, наверное, или нет. Поснимаю этот Кишинев. Дороги эти. Холмы красиво вдалеке. Дороги. Дороги ужасно. Интересно здесь, как его называется, шикарные еще и дома, а дороги нету. Непонятно, что люди вроде бы с деньгами живут хоть бы, ну, где-то. Я понимаю, что это муниципальная как бы тема, но вы же здесь живете, что можно было эти дороги бы сделать. Расстройство одно. Сам Кишинев тоже меня расстроил сильно. Такой вымирающий город. Совсем люди другие. Кишиневского говора уже этого не слышу. Да его же давно тут слышно не было. Решил выехать пораньше тоже, что хочу пораньше приехать. На границу хочу пораньше приехать и... Да вообще хочу все пораньше сделать. И так как города я не знаю, то... Ну, чтоб машин не было много. Знакомому в Эстонию передали ящик персиков и винограда. Не знаю, как довезутся, но если потекут, придется выкидывать. Стиль езды здесь, конечно, немножечко другой, чем в Таллине. Это как день и ночь. Здесь даже разметка, кстати, есть. По сути, мы вот этот дом, по-моему, высотный по левой стороне. Это уже все. Мы выезжаем с Кишинева. В этот раз я не видел, да и не хотел видеть въезд со стороны аэропорта. Кишиневские ворота из двух панелек такие сделанные. Потом приезжал в цирк, который не посмотрел здание такое красивое. Такого здания, в принципе, нигде не видел. Хотел за мост здания рушиться. Пустынные Кишиневские ворота. Ну, как-то так. Еду. Буду отключаться потихонечку, наверное. Выйду из Кишинева, как говорил. Буду включать камеру, потому что наверняка будет красивая природа. Как-то все. Да и выехали. Как-то я высказывался плохо по Молдавским-Кишиневским дорогам. А вот ничего. Видите, по правой стороне вообще новый покров сделали. Это дорога на Ялсе километров, наверное, 5-6 от Кишинева. Так что все-таки что-то пробуют делать, пытаются. Опять Молдавские холмы. Когда поднимаешься на этот холм, на дороге, вниз видно. Ну, когда на высоте находишься, на вершине, видно другие холмы. И красота, красота. Это, правда, еще нет. Но где-то после Бейтс начинаются кодры молдавские. Это, как бы говоря, они как бы не карпатные, но связаны с ними. Да. По дороге, по дороге на румынские ясы, вот такой город, Калараш, молдавский. Больше такое на село похожее. Но с асфальтированной дорогой. По-моему, связано что-то даже с алкоголем. То ли тут коньяк какой-то делали, коньячный напиток. Что-то такое, мне так кажется. Следующий будет населенный пункт через 100 километров, так 60, Тунгены. И после этого Европейский Союз. Дороги шикарные местами. Действительно интересно так, что некоторые дома, вот так видно, что ухоженные. Солнце начинает светить. Некоторые дома ухоженные, а некоторые совсем никакие. И по левой стороне подвесной светофор. Вот такое, вот такого я не видел. Давно. Ну, посреди дороги. Горит зеленый. Все его начинают сигналить друг другу. Непонятно, что происходит. Где-то такой южный городок. Ну да. Те остановки. Иногда даже встречаются надписи на русском языке. Завод был какой-то походу или что-то непонятное. Церковь православная видна в этих лесах. Ну, на холме по правой стороне купол. Крайне мере я его вижу. Все, наверное, выезжаем с этого города. Ну, что сказать. Я не хочу говорить. Чисто такой южный, колоритный город. Шучу, конечно, есть красивее. Да. Заплатки. Это тут, конечно, виртуозы по деланию заплаток. Заплаток на дороге в Молдавии. Это надо еще уметь так. Сколько здесь фантазии вложено в эти заплатки. Ну, еду дальше. Продолжаю ехать дальше. Чисто такая... С левой стороны природа красивая. Да и дорога с виртуозными заплатками. Ведь интересно, что опять же сделана заплатка, а в этих заплатках настраиваются еще заплатки. И дорога состоит как бы из таких, как его, уже холмиков. Вот этот уже участок нормальный. Там вначале, как только я включил, было очень интересно. Ну, в любом случае, машин спереди особо нету. Холмы. До яс, наверное, километров 40 осталось. До яс. Он ген. Таможенный пункт. У меня оставались тут деньги. Кстати, бензин дороги дешевле намного. Если при учете... А я говорил, наверное, евро 21 лей. Бензин стоит 18-15 лей. А у нас евро 0,5. Не знаю, как насчет качества. На вкус не пробовал этот бензин. На нюх тоже. Ну вот, заплатки, заплатки, заплатки. Опс, участок дороги. Европейский. На нюх тоже не пробовал этот бензин. Не могу сказать по качеству. Ну, сказали тут на заправке, что он хуже. Не знаю. Машину спросить надо. Оставалось еще 200 лей. Взял 10 литров канистру. Советская такая... О, опять виртуоз. Ну вот, идут прямо по почине. Заплаточка на заплаточке. Значит, оставалось 200 лей. Заправил канистру, которую по-советски мы... Как им называется... Ну, может быть, я буду повторяться. Да какая разница. По-советским этим, как его... Не учению, а привычки. Во! Канистра с собой. Ну, у меня оставалось 200 лей. Да, я думаю, заберу еще 10 литров. Что я буду размениваться. И так разменивал деньги. Что туда-сюда. Как мне сказали родственники. Терять на обмене. Дважды. В первый раз и во второй раз. Я купил бензина. Вот осталось еще тут молдавских... Что у нас? 16 лей. Пойду куплю кофе, если хватит. Ну, и попить что-нибудь. С собой не стал ничего брать. Границы ни Шенгена, ни Евросоюза. Ну... Чтобы проблем не было. Что? Как-то так. Опять. Во! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Одни заплатки. И ямы. Европа. Я, как говорят правильно, что половина Молдавии за Европу. А половина... Вроде. Да я шучу. Тут такая... Да. Молодых орехов взял с собой еще немножко. Не знаю, может быть, их нельзя возить. Но... Скажу. Высыплю. У меня аж самого честь сжимается, когда машина попадает в такие ямки. Ну что, пока отключаемся. Опять холмистая Молдавия. На границе осталось... Ну, не знаю. Мало. Короче, мало считать не будем. Но пока видим холмы и так далее. Наверняка все это будет видно. На мониторе красиво. Озеро проехал какое-то. Хотя говорят, что в Молдавии нет озер, только все почти искусственное. Вот эти вот кресты по правой стороне православные. Не знаю. Постоянно их видишь. Деревня на холмах с левой стороны. Это обездная дорога. Не деревня, а село, наверное. Тут церковь есть. Вот такая дорога. Туда промазал с разделительной линией. Наверное, асфальт вместе с разделительной линией накладывали. Тут тоже промазали. Не попали. Так. Опять крест. И вот этот корниежки, наверное. Не знаю, как читается. Коровы, овцы. Даже в черте, допустим. Ну, не скажу, что самого центра, конечно, нету. Но на пригородах города уже можно встретить. Ладно, там в полях. Ну, чисто едешь тебе прямо по дороге они идут. Опять же, в Эстонии нет этого. Вон, курица сейчас с левой стороны была. В Эстонии нет понятия, конечно, и деревень, и сел. Есть худора. Но даже те, якобы деревни, там все-таки, ну, такого нету. Живность так не ходит. А здесь все. Вон, бордюрчики покрашены. Деревья, лошадь, пожалуйста, Будулай. Будулай в гости кому-то зашел. Скамеечки. Кстати, скамеечки реально, то, что я ездил, видел, люди там сидят. Очередное село, короче. Опа-на. Даже есть хрущевка. Это, значит, город. Правда, пожар, смотрю, был в какой-то квартире. Вот перед хрущевкой даже асфальт положили. Вот так вот, ух, ничего себе объехал яму, а кто-то не пообъехал уже. Ну и, наверное, этот бывший дом культуры сельский. Да нет, это, в принципе, наверное, городок, потому что действительно есть дома панельные, даже девятиэтажные, так думаю, не знаю. Мне кажется, он шестиэтажный, но как-то количество этажей какое-то нестандартное, поэтому лучше промолчу. Садик, школа. Не-не, это город, походу. Или поселок городского типа. Во! Или село городского типа. Вон, тротуарчики. Велодорожки. Вунгены 28 на левую сторону, вот сюда. И, да, вот сколько плеха-муха до границы осталось. Это я такой, ну, поворотик с ямами. Ну, почему хотя бы поворот можно же было бы сделать нормально. Дей богу, вот хочется выйти, заснять эту заплатку, показать, как она выглядит. Майки серпантинчик, походу, сейчас будет. Даже отключать не буду. Машины забираются. Надеюсь, я спускаться буду только. Навигатор показывает, что серпантин будет. Виноград. Виноград у меня шумит в борт. Пакетики. Молдавский виноград. Все, вроде бы кончается. Холмы, что поделать. Конечно, как его называется, мне приятно все это увидеть. Вот и оба, и вот такая красота. Сказали, что были, значит, выходные, выходные. Романовка, романовка или романовца. Значит, выходные дни были, где независимость, еще что-то. И молдаване, работающие за границей, там, в Румынии, еще приезжали домой. И пробки были большие на границе. Что в Галатии, что у Анча. И говорят, что в Вунгене тоже была очередь. Но мне в другие не надо. На Украину пробок не было. Все, пока. Приезжаю я в пригородный город Унгены. Это, грубо говоря, это как Нарва. С одной стороны, это Унгены, молдавский город. С другой стороны, уже будет этот, как его, Ясы, румынский город. Ясы знаменит тем, что, как я помню, еще по фильму, какая-то операция в Ясах была. В Великую Отечественную. Не знаю, сколько они рядом стоят или нет, но посмотрим. Пока я проеду по городу, его особо я не знаю. Поэтому и поснимаю. Надеюсь, что-то будет интересное на память. Я по нему тоже пытаюсь камеру сфиксировать. Я зафиксировал. Так. Ну, пригород такой, как он называется. Стандартный. С этими, с белыми бордюрами, бело-черными. Надо было бы еще, не в бело-черный, а еще в синий цвет. Тогда получился бы мой государственный флаг. По навигации тоже такая проблема. Старый навигатор у меня сейчас сделал так, что вижу Молдавию, Румынию, где примерно я нахожусь. Потому что ехать по нему, он мне сказал, что я приеду сюда, в Юнген, где-то часов 11. Сейчас уже 9 часов, а я здесь. Но в новом навигаторе карты новее. И, ну, лучше. Тогда, может быть, надо тоже обновлять. Ну, город вообще стандартный, молдавский. Не сказал бы, что чистый. Панельки советские. Здесь уже солнечные батареи. Здесь что-то они делают. вырабатывают электричество. Ну, я так понимаю, это центр города. Ничего такого интересного в нем не вижу. Индийственное, что кое-какие тут есть бизнес-домики, они отремонтированы. Ну, типа ресторанов, там, не знаю, еще что может быть. Ну, как? На красный свет спокойно берут, проезжают. А что? Мне надо. Полиции нет, что мне пора ехать. Считает здесь светофор. Ой, господи, 14-13 секунд остается до... До конца света. Мой палец. Все-таки зафиксирую получше камеру. 4-3, 2-1. Хотя... А, блин, я сам тормозил. По правилам, точно молдавским, если мне надо поворачивать направо, тогда можно не смотреть на светофор. Вот здесь как бы город. Опять кресты, видите, православные. По правой стороне были. Приходится креститься. Так, поехали дальше. А я думал, танк стоит, это трактор. Интересно, как памятник, или все-таки он еще рабочий. Там не то, что из Белоруссии, там, походу, еще трофейный немецкий танк. Ой, танк, трактор. Ничего, работает. Вот здесь, между прочим, дорога очень похожа на Белгород-Днестровский, по-моему, Винница. Вот тут, в Украине. Когда едешь здесь, атаки молдавские через речку Белгород-Днестровский и до Винницы. Вот там есть такое вот. Правда, дорога-то не такая асфальт, а там асфальт с какой-то крошкой положенной. Ну, нет, такая, нормальненькая. Была. Три года назад. Я сейчас не знаю. Знак радара. Все, город Унгены закончился. И, видите, опять православный крест. И, что, седло? Следующая остановка Амстердам. Не знаю, подъеду я границы, покажу, что там на границе творится. И... Будет там очередь, не будет очередь. Проеду границу, расскажу, что на ней было. Ну и... Хотел выключить уже камеру. Ну и виды. Ну и виды. Виды... Полдавии. Опять вижу уже православную церковь. Красная вдалеке. По левой стороне уже Румыния. Я вижу даже на навигаторе к маленькому границу. Скажем, от этой дороги. Я думаю, что там уже с левой стороны до домика, который я вижу, это уже Румыния. Приграничная зона. Опять крест православный. Я говорю, постоянно они тут. Ну все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok